Вот у нас 15 градусов, при норме 22. Это для нашей съемочной группы. Олимпиада Константиновна достала термометр. Обычно температуру определяет по ощущениям. Научилась этому за три месяца без тепла. При этом за отопление пенсионерка платит исправно. Плюс тысячу рублей за электричество. О том, что в доме есть батареи, напоминает только шум. Они вот прогнали, батарея горячая, погорячела. Только перестали это делать, все, она постепенно остывает. И через некоторое время холодная. Холодно, очень холодно. И не знаю почему. Почему в четырех квартирах холодно, точно знает старшая дома Ольга Ерофеева. Рассказывает, с марта месяца в четырехэтажке идет капитальный ремонт. Летом меняли систему отопления. Но полностью сделать это не вышло. Подрядчику помешали жильцы одной из квартир. Они в свое время летом не запустили в квартиру, потому как у них евроремонт. У них натяжные потолки. И две трубы кинуть – это проблема была. И из-за них теперь стоит весь стояк в холоде. Тепла нет у людей. Скоро Новый год. Десять дней праздников. Люди будут в холоде отмечать и дальше продолжение. Я не знаю. В фонде капремонта добавили. От проведения работы отказалась не одна – три квартиры. В ноябре собственники написали соответствующий отказ. Но спустя три дня заявление забрали, когда замерзли. Проводились работы, получается, с жителями. В первую очередь это опять объяснение, что и как будет делаться. То есть объяснение, что без захода в 24-ю квартиру и выше-лежащий, ниже-лежащий мы отдельно что-то сделать не можем. Подрядчик вышел в субботу и воскресенье на работы. В понедельник, получается, продолжил. Заменили трубы отопления. На данный момент, то есть на утро, полностью вся система в работоспособном состоянии. Сегодня в доме завершились работы по устройству новой системы отопления. Батареи потеплели. Вечером проведут гидравлические испытания, а после ведут дом в эксплуатацию.